Беда в Ляховку Маинского района пришла оттуда, откуда ее не ждали. В Спасском храме Знаменского женского монастыря в ночь с 12 на 13 декабря вспыхнул пожар. Полыхал купол старинной церкви. Сильный ветер усугублял ситуацию. Горящие головешки летели в сторону жилых домов. Местные жители просыпались от задымления. Свидетели говорят, что пожар начался около часа ночи. Сразу же на тушение пожара в Ляховку в морозную ночь по бездорожью оперативно примерно за 15 минут прибыло подразделение из Майны. Про пожарных это вообще отдельное слово. Им наши благодарности. Самые теплые слова. И мы сейчас за них молимся. Я видела, как у ребят выпадал шланг на морозе из рук, потому что невозможно было уже тушить. Видела, как один из пожарных просто упал в снег, потому что сил больше не было у него. И другие ребята. Давай, давай, сейчас, давай еще немножко. Очень много таких. Я таких людей, наверное, на самом деле не видела. Они помогали нам иконы выносить. Они поддерживали нас. По словам настоятельницы монастыря, игумени Клеопатры, пожар тушили долго. Когда вспыхнул пожар, ее в монастыре не было. Она по службе находилась в Здивеево. Но постоянно поддерживала сестер и подсказывала, что делать по телефону. Настоятельница приехала в Ляховку только утром. Я приехала в 9, я еще видела пожар, остатки пожара. И местами возгорался до двух дней еще. То есть очень долго. Какие-то места не могли пробраться к ним. Машин было очень много. Группы разные менялись. Ночная группа была, дневная группа была. По сообщению прислужбы МЧС, к тушению пожара привлекались 34 человека и 12 единиц техники. Все жители села Ляховка со слезами на глазах бежали к горящему храму и помогали, чем могли. И сейчас у нас все дома почти что выкуплены верующими. То есть это наша семья, продолжение. У нас монашеская семья, у них пресходская семья. Конечно, все сразу сбежались, ночь не ночь. И женщины тоже так же выносили с нами иконы и помогали, и пожарных кормили. То есть как единое целое. Горение происходило в верхней части храма. Пожар практически не затронул стены. По предварительным данным, пожар в храме начался с возгорания в дымоходе печи. Село не газифицировано. Зимой его жители и насельницы монастыря пользуются печным отоплением. Хотя газовый трубопровод проходит недалеко от Ляховки, примерно в трех километрах. За эти четвертые века, сколько я здесь живу, было у нас 12 пожаров по причине дымоходов. То есть это как бы норма. Один пожар в два года. В 14-м году, когда началось везде и всюду, у нас было 7 пожаров. И все одна и та же причина. С дымоходами работать очень сложно. Это нужно каждый год делать какую-то ревизию, контроль. А там даже не подлизываешь. Надо разбирать через какое-то время, перебирать его, заново складывать. По словам настоятеля храма и арамонаха в Арсенофии, это место святое. И храм является хранителем Святого Духа. После рукоположения в Священный Сан, более 20 лет назад, отец в Арсенофии стал настоятелем храма и прихода и остается им по сей день. На тот момент здесь не было ни связи, ни дорог, ни какой-либо инфраструктуры. До сих пор ляховских детей возят в школу в соседнее село. И в Ляховке нет врача. Но люди все равно сюда едут. Детки были маленькие, и как-то хотелось из города уехать, потому что детям, я не знаю, в деревне лучше. Им там интереснее здесь, и воздух чистый. И, конечно же, основное это было, чтобы был в селе храм. Мы долго искали, с мужем очень долго. И остановились на село Ляховка. Нам очень здесь понравилось, мужу понравилось. Очень благодатное место. Храм в честь образа Спаса Нерукотворного в Ляховке очень значим для всех верующих. Он был перестроен в каменный в 1830 году. На сегодняшний день это один из старейших в регионе храмов. При нем сложилась женская монашеская община, которая решением священного стенода в марте 2022 года была преобразована в женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Знамения. На следующий день после пожара в село стали съезжать с неравнодушной к судьбе храма люди. Они долбили лед, который образовался после тушения огня. Выносили остатки обгоревшего купола и рухнувшие потолочные балки. Закрыли все дыры в крыше, чтобы в храм не падал снег. Полностью разобрали две печи и пол. При вскрытии пола было обнаружено зерно. Игумене Клеопатра показало нам его. Оказывается, ему уже более 80 лет. В 1939 году была очередная репрессия, знаете, 1938-1939 год и на церковь в частности. И люди, просто испугавшись, что, может быть, опять посягать, что будет на их храм, иконы все сложили на пол, засыпались зерном. И когда пришла комиссия, сказали, что зерно хоронят. С разрешения пожарных сестрам и духовенства монастыря удалось зайти в храм с безопасной стороны и вынести его главной святыне. Старинные и почитаемые иконы XIX века, такие как Божья Матерь Знамения, Покрова Пресвятой Богородицы, Спас Нерукотворного, Николая Чудотворца и другие. Сейчас находятся в храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы в Знаменском женском монастыре. В Знаменском храме есть несколько икон, написанных на Афоне. Образ великомученика и целителя Пантелеймона. Иконы Божьей Матери Иверской достойны есть. Есть много других икон XVIII-XX веков. Прихожанки храма приводят в порядок после пожара вновь обретенные иконы. Несмотря на пережитую трагедию, жизнь в монастыре продолжается. Сейчас в обители проживает 15 сестер. Они также трудятся на благо монастыря. Так мы познакомились с сестрой Анастасией. Она занимается иконописью, пишет в византийском стиле, а помогает ей разговорчивый попугай Феникс. Он, кстати, знает Иисусову молитву. Сестры монастыря обеспечивают себя практически сами. У них есть свой швейный цех, пекарня, а этим летом они своими руками построили коровник. Один добрый человек подарил им целое стадо 20 коров. Каждый дали свое имя. Буквально два дня назад после пожара отелилась буренка. Теленка назвали пожарным в честь пожарных, героически тушивших огонь. Новорожденного унесли в помещение, которое теплее. С коровами стоят только телята, которые родились летом. Он у нас родился очень крупный, крупных размеров. Хорошенький он у нас, здоровый. Уже кушает. Корова в хорошем состоянии у нас. И еще у нас тут много-много коровочек, которые скоро стельны, которые скоро родят. Будут рожать друг за другом. Поскольку ожидается еще прибавление отелившихся коров, надо кормить чаще, сестра Валентина скромно добавила, что не отказались бы от кормов, если у кого-то есть лишние. В монастыре также есть свой пчельник, куры и козы. Они находятся в других помещениях. К слову сказать, на территории монастыря работают мужчины. С разрешения игумени они приехали сюда, чтобы потрудиться во славу Божию и помолиться на монастырской службе. Обитель всегда очень рада гостям. По словам игумени, случившееся горе очень объединило всех. И сюда приезжают даже те, кто когда-то был крещен в пострадавшем храме. О дальнейшей судьбе храма мы поинтересовались уже в Ульяновске, у митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина. Он был в Ляховке на месте пожара 14 декабря. Дальше нужно собирать такую комиссию, мы ее практически создали, которая будет оценивать характер даже не разрушения, с разрушениями все понятно, а состояние памятника на сегодняшний день. Состояние фундаментов, столбов несущих, на которые должен опираться будет новый купол. После этого работа по созданию проекта, реставрации и, собственно говоря, сама реставрация, реконструкция этого храма. Мы хотим его восстановить в том виде, как он был когда-то. Митрополит Лонгин подчеркнул, что на это надо время и средства. По распоряжению митрополита Лонгина во всех храмах Симбирской епархии за Божественной Литургией 24, 31 декабря 2023 года и 7 января следующего года будет осуществлен кружечный сбор для реставрации монастырского храма. Также каждый желающий может перечислить средства насчет монастыря или оказать посильную помощь. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.